Всем добрый день! Приехали мы на озеро на три дня. С ночёвкой половить рыбу и опробовать мини-мангал. На нашем любимом месте, где мы всегда рыбачим и нас никто не тревожит, был высокий сорняк, который всегда приносит неудобства, то уколет, то обожжёт ноги. Спасибо большое фермеру, который проезжал мимо и увидел, что мы собираемся оставаться с ночёвкой. Заехал на участок и скосил все сорняки. Мелочь, но приятно, что он создал удобство нам, не спрашивая нас и этим поднял нам настроение. Установили палатку, вокруг чистота и порядок. Вместо зонта натянули тент. Он спасёт нас от дождя или солнца. Всем добрый вечер! Приехали мы сегодня на озеро. С ночёвкой, я думаю, два-три, а может и неделю всё согласится, жена, останемся. Решили сделать шашлык. Взяли шейную вырезку свининки. Сами видите, какая аппетитная, да? Лучок нарезал, я кольцами разъединил. Соль, кориандр, зира, чесночок, горошек, лавровый рис. Вот видите, у меня зира, кориандр, всё вместе раскидаю. Сейчас будем мясо укладывать. Мясо я резал произвольно, кусочки большие. Свининка с прослоечкой. Должны шашлыки удачные получиться. Лук, мясо, лук, мясо. На конце лук, чесночок. Пару бросил лаврового листа. Сейчас до конца долью минеральной воды, сколько ещё влезет. Видите, она потихонечку уходит туда. Так, баночка полная. Теперь я закрываю плотно и отправляю всё в прохладное место. Ждём завтрашнего дня. Я думаю, получится отличный хороший шашлык у нас. Утром я метнулся в булочную и купил свежих булочек. Завтрак пенсионера. Сыр. Три сорта сыра, так скажу. Три сорта сыра. Варенье. Сёмга. Сами её готовили, делали, солили, перчили. Маленько малины. Черники. Тростниковый сахар. Колбаска. Два сорта здесь у нас получается лишних. Булочки. Только недавно с Бакирая их привёз. И два краосана. Один один сорт, другой другой сорт. Ну и здесь маленько перчиков. Масло. Намазка. Ну, желаю всем приятного аппетита. Сутки у нас мариновался шашлык. Сейчас откроем банку. Ого, ещё не так просто. Оп. Газа своё дело делают. И будем насаживать на шампура шашлыки. И, я думаю, подойдёт огонь. Начнём жарить. Приготовили мы шашлыки. Мясо получилось хорошее, мягкое. И сейчас будем жарить шашлычки. И как? Значит, чтобы нам пожарить штейки или шашлыки, буквально у нас два человека где-то выехали на природу, чтобы не везти большой мангал, мы приобрели вот такой небольшой. Значит, я переделал шампура. Отрезал маленько, чтобы они обходили сюда. Да. Сделали вот такую вот кочергу, чтобы удобнее было разгребать угли. Теперь в комплекте, в комплекте у него шли решётки. К решётке шёл вот такой вот крючок. Довольно удобно снимать решётку. Вот, пожалуйста, видите, да? Мы будем разжигать его в стороне, а потом будем жарить здесь, прямо на столе. Чтобы не спалить, не спалить, я купил вот такую вот огнеопорную ткань. Огнеопорную ткань разверну и на него поставим потом этот гриль. Стол не должен повредиться. А, кстати, вот. Сделал вот такую вот цепочку. Это уже не было в комплекте. Сделал сам. Так, сейчас зальём розжиком. Чтобы быстрее разгорелись у нас брикеты. И зажмём сейчас быстро. И вот такая у нас панорама. На рыбалке, где мы рыбачим. Панорама обалденная. Вот такая панорама у нас. Озеро большое. Вода в озере чистая. Разгорелись у нас угли. Сейчас будем жарить шашлыки. Шампура у меня широкие специально, чтобы можно было перевернуть. Вот так, четыре шашлыка. Сейчас будем потихоньку жарить. Вот такой изумительный шашлычок. Скворчит. Ой, ребята. Запах, запах. Оператор у меня захлёбывается спиной. Но он ещё не заработал. Ой, ой. Буквально чуть-чуть и убираем. Прекрасные шашлычки у нас появились. Сейчас маленечко сделаю гигурцем. Специальная смесь трав. У меня здесь должен вкус тоже улучшиться. Изумительные шашлыки получились. Субтитры делал DimaTorzok